Крепости приближается корабль. В такую грозу? Я переживаю не из-за грозы, а из-за того, что она нам принесет. Не понимаю, что ты так разволновался. Начинается. Скорее, нам надо спасать выживших. Нет, я не хочу терять еще один корабль. Пускай выжившие сами добираются до берега. Спустись вниз к берегу и помоги тем, кто до него доберется. И? Чего хотел комендант? Мне надо к берегу, открой ворота. Удачи, приятель. Оттуда немногие возвращаются, но ты будешь в порядке. Ищешь что-нибудь? Если подбросишь золотишко, могу посодействовать. Да что ты сможешь достать? Ты же пленник. Оружие, самогон. Ну что обычно людям нужно. Ты мне платишь, я тебе говорю, где что спрятано. А ты туда идешь и забираешь товар. Не сложно, да? Где мне найти эти вещи? На складе, про который я тебе говорил. В гавани. Дорогие вещи они прячут в сундуки. Но те, которые им не нужны, просто валяются на полу. Ну то есть, если бы эти вещи им были нужны, они бы их убирали. Так ведь? Звучит убедительно. Только подожди до рассвета. На ночь они все запирают, и внутрь не попасть. Днем склад охраняют. Но это не проблема. Я научу тебя всему, что нужно. Не задаром, конечно. Зачем пленнику золото? А ты как думаешь, умник? Если ты собираешься меня оскорблять... Эй, погоди. Не уходи, ладно? А то тут со мной ни одна скотина не разговаривает. Ты на Токаригуа только с малуками и поболтаешь. Они перевозят тебя на Токаригуа? На сахарные плантации, как чертова раба. Внизу в гавани стоит целый корабль, полный малуков. Полон чего? Малуков, парень. Так называют рабов. За что они тебя? Ни за что! Я невиновен! Просто гулял у этого склада в гавани, смотрел что и как. И тут этот хрен хватает меня и заявляет, что я собирался их обокрасть. Я? Вор? Да я же только хотел... Осмотреться. Понимаю. Именно черты всех видят. Псс! Отойди! 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 Продолжение следует... Ура! Продолжение следует... Стальная борода. Ты нашла его? Еще нет, но я знаю, где он. Не так быстро. С чего бы пиратам воевать с Марой? Из всех лордов Титанов, Мара без сомнения представляет для Инквизиции наибольшую угрозу. Ее кракен уничтожает наши корабли. Ее монстры нападают на наши поселения. Это ведь должно радовать пиратов. Они никогда особенно не переживали за Инквизицию. Это верно, но сейчас между пиратами развернулась война. Половина из них перешла на сторону Мары. Мой отец один из тех капитанов, кто решил пойти против нее. Он ищет способ убить Кракена. И сейчас он на Токаригуа. Черная Бетти стоит в порту. Как только будет ясная погода, она повезет работников и солдат на Токаригуа. Вы оба можете взойти на борт. Ну, это мы можем обсудить и завтра. А сейчас отдыхайте. Мне надо подумать. Надо дать ей поспать. Я пытаюсь научить людей дисциплине. Ты не видишь? Я покажу им, как надо драться. Да. Видимо, у героя Фаранги свои собственные методы. Может быть, он поделится с нами своей мудростью? Прости. Продолжай. Стоять на месте. Ну, что еще? Долго ты будешь тренировать людей? Через неделю комендант Кориентес собирается выступить с секретной миссией. Я намерен предоставить ему людей в лучшей форме. Это означает, что занятия по фехтованию и тренировки с ружьем продолжатся с утра до ночи. А если надо, то и ночью. Немного занятий по фехтованию мне не помешает. Это первое разумное предложение, которое я слышу от тебя. Я дам парням немного отдохнуть, если ты готов. Или тебе еще надо обучить? Давай тренироваться. Солдаты, внимание! Сейчас будет поединок. Задай ему! Давай, бей! Ну-ка, дайте посмотреть. Я впечатлен. Наконец-то бой закончился. Стоять на месте. Ты готов к еще одной лекции? Можешь позаниматься со мной шпагой? Разумеется. Что за секретная миссия? Высочайший совет решил послать в новый свет еще одну экспедицию. Помимо Кориентеса, только комендант Карлос знает все детали. Стоять на месте. Убери оружие. Вот так-то. Стоять на месте. Стоять на месте. Стоять на месте. Стоять на месте. Продолжение следует...